Арены выходят Мадридский Реал и Киевская Динамо. Выходят в статусе абсолютно равноправных претендентов на выход в следующую стадию турнира. В четвертьфинал оба клуба имеют по 6 очков. И сегодняшняя игра, собственно говоря, и должна дать ответ на вопрос, кто же из них более достоин попадания в стадию плей-офф Лиги Чемпионов. Очень ответственный игрок, разрешился на такой поступок. Мариентос. Не прошла передача на Роберто Карлоса. Вот теперь проходит. И положения вне игры нет. Пад назад, удар поворотом. Но ударом в полной мере назвать это вряд ли можно. Это Рауль. А момент был прекрасный. Ну что, может быть своеобразный вирус Кайо изобрел Валерий Лобановский. Опасно. Гусин выбивает мяч на трибуну, где находится ультра Мадридского клуба. Выход в следующий раунд. Руссенбург не попадет туда никак. Поэтому я не буду информировать вас в режиме онлайн о изменении счета в этой встрече. Но в конце первого тайма расскажу о том, как там дела. Ну что, одиннадцатиметровый. Зацепили Фернандо Мариентоса. Алексей Герасименко. Ну да, игры в мяч, пожалуй, что тут не было. Да. Проиграл. Позицию Герасименко проехал так мимо. Фернандо Мариентоса и уже пытался, конечно, дотянуться до мяча, но не получилось. Рауль против Шавковского. Разбег, удары и мяч от штанги влетает до ворота. 1-0. Реал впереди. На весенней стадии Лиги Чемпионовки рядом еще ни разу не приходилось отыгрываться. Заметался в воротах Шавковский еще до удара Рауля, пытаясь дезориентировать. Вряд ли это возможно. Вот Маркицель, должно быть, хорошо помнить прошлый год, когда он выпустил так. Ну вот, прекрасно. Ответный пенальти. Ален Сарс активно включился в игру. Что сказать. Может быть и сам наткнулся на Митчелла Сальгада, Георгия Демитрадзе, но Сальгада прихватил его, конечно, рукой, понимая, что уступает скорости. Сергей Ребров у мяча. И против него Экер Катильев, 18-летний воротарь, который парирует пенальти Демитрадзе. 29. Ну, сдвинулся вперед, Экер Катильев. Воротарь не имеет права этого делать. И отнять у них уверенность. Которая, откровенно говоря, и так не очень много пока. Потому что мы видим. Редондо. Рауль. Опасный удар поворотом. Из-под защитника переправлял мяч Рауль. Светил им на самом конце игры, на 86-й минуте, точным ударом в пенальти Сергей Ребров. Но сегодня ему не удалось отмечиться с 11-метровой отметки. Приблизится к Папу Хенте. Еще один в пенальти. Ну, Ален Саркс вообще... По-моему, ставит рекорды Лиги Чемпионов. Я думаю, что никто не вспомнит матч, в котором к 24-й минуте игры назначалось бы уже... ...3-11-метрового. Головко нарушил правила. Ну, и на повторе мы видели, что действительно нарушил. Осталкивал он назад. Мадридца. Нужно все-таки очень внимательным быть в своей штрафной. При любой борьбе. Тем более при такой контактной, при помощи рук. Рауль. Разбег. Шавковский на месте. И не попадает в ворота. По-моему, это Джеремин Джетап. 21-й номер. Не попадает в ворота в совершенно великолепной позиции. Ну что, два уже не реализованы в пенальте сегодня. Ребров не смог переиграть Экера Косилиса. И второй раз не смог переиграть Экера Косилиса. Но Руку-то зачем выстрел Николай Тальгадо? Не для того, чтобы, наверное, узнать, из какого материала майки сделаны у игроков Динамо. По-моему, слишком зациклены Киевляне на решении сегодняшней задачи своей. Много таких ошибок от волнения. Макманаман. Удар по воротам на месте Шавковский. Сейчас уже больше даже владеют мячом киевляне. Белькевич наладил этих игроков. Но до опасных моментов у ворот Косилиса дело пока не доходит. По-моему, Бутто потерял кто-то из игроков Реала. Да, это Сальгадо. И угловой. Подача. Гол. 1-1. Ну, вот то, о чем я говорил. Косилиев, воротарь, безусловно, перспективный. Иначе бы он не играл в Реале. Но решительности и уверенности ему не хватает. Спокойно реагирует киевская скамейка на произошедшее. Чего не скажешь никак от Арсидия. Которая здесь тоже присутствует. Ну, куда там смещался Косилис? Ну, что он искал, обнимая штангу? Про таких воротарей говорят, что их привязывают. Александр Хаскевич. 1-1. И что игра с Динамо, это будет совершенно другой футбол. Она жизненно важна. Она самая важная в дынешнем сезоне. А, дескать, матч с Баварией в такой категории не относился. По мнению Мариантоса, это вы все могли, наверное, прочитать сегодня в «Портэкспрессе». Опасно. Шавковский блестяще играет. Выйти из обороны. И продолжается атака королевского клуба Макманоман. Хороший темп набрали мадридцы. Мяч у Шавковского. Джетап очень много бегает. Очень быстро бегает. Гусин. Бьет поворотом хуже. По левому плану идет Гусин вперед. Белькевич. Опасный момент. Великолепный выход. Удар поворотом. Кассирия ногами отбивает мяч. А Кардаш, по-моему, слишком затянул. Мадридцев. Хорошо. Главко сыграл. Темп сбил. Не было нарушения правил. Надо продолжать игру. И не надо торопиться сейчас сверхмерой киевлянам. Дмитрадзе на правом фланге. Блестящее. Обыграл Лайтора Каранку. Приближается к штрафной. Подача. Удар. Гол. Ну, простите вашего комментатора. За, может быть, такую излишне импульсивную реакцию. Но ведь это же и наше достояние тоже. Рамис Мамедов и Алексей Герасименко представляют Россию в этой команде. Команде, которая делает, ну, шажок пока в направлении четверть финала. Георгий Дмитрадзе это лучший бомбардир нашего первенства. Фернандо Ерро. Те слова, которые были сказаны до того, уверен, теперь ему покажутся детскими шуфанскими клубами. Сейчас, я думаю, когда закончится эта атака, я вам оглашу последние показатели. Я свяжу в вашей памяти последнее рандеву. Митчелл Сальгадов штрафной. Удар поворотом, мяч летит мимо. Привычным участникам. Даже сложно себе представить, что Лига Чемпионов когда-то была без Киева. Не правда ли? Подача. Гусин выиграет воздух. Где мяч? Не ведет Дмитрадзе. После его удара мяч взвивается в воздух от ноги Кассилеса. Но то, что творится у Реала в обороне, это, конечно, просто невообразимый какой-то уровень. Сьерра уже два раза выполнял штрафные. Роберто Карлос пока еще не демонстрировал свою маркиру. Разбег, удар и мяч в ворота. Ошибка Александра Шавковского. Вот посмотрите еще раз. Мощнейший выстрел Роберто Карлоса. Но Шавковский находился в таком положении, что он просто обязан был поймать эту снять. Просто обязан. Он все видел. Он правильно сложился. 28-й номер Игорь Костюк. Киевский воспитанник. Ну, последние годы провел в команде Ворсова из Полтавы. Вообще, одноклассник Уваччука, Дмитрулина и Шавковского. Опасная атака Реала. Удар поворотом. Вот так бы и тогда, когда Роберто Карлос наносил свой знаменитый удар со штрафного. И непонятными. Белькевич. Подача и Киркатирес. Ужибается. Удар поворотом. Кардаш. Великолепная возможность. Еще одна подача в штрафную, но уже, конечно, гораздо ниже. И Каранко подставляет голову. Если так Реал будет играть в Норвегии. Устраивает стенку Шавковский. Пять футболистов в ней. Ну и, естественно, Роберто Карлос на мяча. Разбег. Мощный удар. Может быть, я немного тороплю события. Ну, давайте подождем. Ну, давайте подождем у главого. Пять футболь. Пять футболь. Иди на мяч. Три футболь. Иди на мяч. Чукаранки внутри штрафной. И удар от ворот. И все. Звучит свисток Олена Сарса. Посмотрим сейчас на реакцию футболистов. Но я думаю, вы прекрасно сами видите, что ни та, ни другая команда не выглядят удовлетворенной этим результатом.